Довольно молодой, обеспеченный человек. Снимайте дом на отшибе, живете один, колитесь, что там у вас. Комик Сергей Светлаков стал негодяем. В фильме «Камень» актер сыграл отрицательного героя, успешному бизнесмену. Он выдвигает одно условие – жизнь ребенка взамен жизни его отца. Пап, я хочу домой. Библия учит нас любить ближних и врагов. Может, потому что это одни и те же люди? Это некий аттракцион с вашими чувствами, которые редко используют люди. По сюжету фильма Светлаков – воспитанник детского дома. Ребенка он похищает не с корыстных целей. Деньги его не интересуют. Так он мстит миру за недополученную любовь. Завтра кто-то обязательно умрет. Одного подонка поймать не можете! Внимание всем в крестном мониторе. Направляйте к борщине. Светлаков не только сыграл в фильме «Камень» одну из главных ролей. Он еще стал и продюсером фильма. А вот в роли режиссера дебютировал пока неизвестный российскому зрителю Вячеслав Каминский. Светлаков – комедийный актер как жанр у него, но по психотипу у него, в общем, психотип совпадает с героем фильма. Понятно, что воспитание, развитие человека накладывают на него некие рамки того, что можно делать, что нельзя делать. Поэтому, когда Сергей злится, у него достаточно маньячное выражение лица. Примеров, когда на роли злодеев выбирались неожиданные кандидатуры в истории кино было немало. Из ярких перевоплощений звезда «Властелина колец» и «Ладжи Вуд». Ярлык сказочного персонажа он с легкостью сорвал, когда сыграл в «Городе грехов» серийного убийцу каннибала. Кинокритики сходятся во мнении, что лучшими злодеями становятся интеллигентные актеры, от которых не ждут подобных ролей. Увидеть перевоплощение Светлакова вы можете в кинотеатре «Саратов». Павел Фитилёв, Валерий Богословский. Новости телеобъектив.